Слушайте, в поисках кроссовках и нашла какое-то креативное пространство. Здесь такое все яркое. Большая кровать, самое что важное. Всем привет, я работаю дома Дедова. Вообще, я никогда не думала, что я такая шипоголик, как-то звучит, как алкоголик. Как будто проблемы какие-то с головой. Так увидела. Привет, мои хорошие. Что-то как-то здесь я в пилене как будто. Надо камеру уже почистить свою. Мне все не понравилось, просто как я одета. Единственное, что сумочку уже пора менять. Но еще я не нашла сумочку, которую мне хотелось бы сюда сделать. Это кофта моя, туника. Кажется, что я только в ней, да? На самом деле тут шортики, вот они у меня есть. И кроссовочки. Еще я хочу себе взять новые кроссовки. Я сейчас ищу кроссовки цвета хаки. Но мне хочется, чтобы они были какие-то кусочками, сделаны черные, хаки, может красные еще. Но таких нет, к сожалению. Сейчас на улицу поговорю с вами. Порюшу. Короче, я говорю, мне увлекаться ничем нельзя. Дорогим. Потому что вот если мне что-то нравится, все. Мне нравятся сумочки, ладно, они недорогие, там можно взять. Все, у меня этих сумочек будет завалить. Я буду искать, если найду какую-то поясную сумку охренительную. Я буду, короче, за ней гоняться, расстраиваться, если не смогу себе приобрести. Ну все, теперь у меня вот я взяла одни дорогие кроссовки. Теперь у меня пошла тема на дорогие кроссовки. Ну как дорогие? Ну я считаю, что это дорогие кроссовки. Конечно, есть еще дороже, и пределу нет этих цен. Но все равно за десятку кроссовки дорогие. Но фишка не в том, что они дорогие. Фишка в том, что у них офигенная амортизация и очень классные технологии. Что в Найках, в Адидасах делают, в Нью Белансах делают и в многих других известных фирмах. И мне это нравится. Сейчас я когда одеваю кроссовки без особых технологий, просто кеды или еще что-то, мне прям вот не кайф ходить, мне кайф ходить вот в этой амортизации, этой мягкости, этой суперской. Короче, я нашла там одни офигенские кроссовки, которые вышли весной, их быстро разобрали. Потом я увидела в Street Beat рекламу этих кроссовок. Не знаю, кто следит и любит кроссовки, наверняка вы понимаете, о каких я говорю. Это Puma. Не буду говорить название, вдруг вы тоже захотите, конкуренты мои. Короче, их уже нету нигде. Я очень расстроена, я их безумно хочу взять и, короче, голову всю сломала. Но вообще сейчас мне нужно в дорогу к любимому взять кроссовки темные. Я не хочу ехать в этих светлых кроссовках, хотя можно и их взять, но я бы лучше поехала в темных и оделась под цвет хаки, все дела, под свои очки. Я теперь все беру под свои очки вообще. Надо было купить очки, чтобы теперь весь гардероб под них менять. Ну, короче, я еду последние штрихи делать все, и мы собираемся, вечером мы уезжаем. Я беру вас с собой, не знаю, буду там, покажу, что-нибудь не покажу. Ну, короче, я сейчас пока в делах. Все. Где моя Машка? Вот еще при свете дня. Вообще все гармонирует. Вот так мне очень нравится, как я одета сегодня. И синие очки сюда замечательно, мои полароиды. И, кстати, знаете, вот, чтобы вы понимали весь масштаб серьезности того, что мне нельзя увлекаться какими-то вещами. То есть, вот, очки теперь мне хочется брать, хорошие, фирменные, дорогие, необычные. И кроссовки, да? То есть, все, у меня пошел фетиш на эти все моменты. И чтобы вы понимали масштаб серьезности, на что я готова пойти ради всего этого, ради какой-то новой приколюшки, новой, знаете, почему я не взяла билеты обратно? То есть, я взяла билеты туда и не взяла билеты обратно. Именно по причине того, что я хочу поехать обратно полететь самолетом, а не поездом. Ну, так получается, что у малыша еще насморк, и я не рискнула взять самолетом, чтобы у него не заложила, все, не стреляла там, потому что я уже говорила об этом много раз, что происходит. И я взяла поездом туда, а обратно не взяла, потому что, думаю, как раз пройдет там неделя-вторая, и уже можно будет поехать самолетом для того, чтобы я пошла в дьюти-фри. Мне очень понравились скидки, которые там, мне понравился выбор, модели. Ну, и дьюти-фри как бы надежно. Вот. Понимаете? То есть я готова лететь самолетом и специально взять, чтобы зайти в дьюти-фри и купить себе очередные очки. И, может, еще куда-нибудь зайти и что-нибудь купить. Это просто, ну, мне кажется, немного ненормально. Ну, ничего не могу с собой поделать. Вот такой вот момент у меня внутри. Хочу, и все. Сейчас заехала, короче, в одно место. Там было вообще такое солидное место, на самом деле. Ну, все, у меня фетиш. Я вообще должна много всего купить, но я гоняюсь за кроссовками, и только эти кроссовки у меня в голове. Короче, вчера видела, что какой-то сникерс-шоп у нас есть. Сникерс-топ или топ-сникерс, что-то такое. Находится у нас на Большой Садовы. А недавно я ездила на Хичеванском и видела, там огромное помещение, то есть такое солидное. Я еще такая думаю, нифига себе. Рядом студия какая-то там, Куин. И только все круто. И думаю, о, наверное, там оригиналы, наверное, цены дорогие. Это еще до того, как я купила свои Найки. И думаю, такая, блин, класс, как-то зайти и заглянуть. И тут, короче, думаю, опачки, а может быть там есть, да? Ну, и забегаю, короче, туда. А там, представляете, только копии. Написано реплик. Я говорю, ну, я знаю, что реплик это, как бы, повтор, да, копии. Я не поверила, что такой солидный магазин, и там копии. Я говорю, это у вас же оригиналы. Говорит, что значит реплик? Он говорит, у нас типа хорошие копии. Я говорю, ну, понятно. Он так поглядела. Есть там прикольные моделики, которые мне понравились. Вот я хочу только то же самое, только оригиналы. И именно потому хочу это все. Если бы вот оно внутренне не отличалось ничем, может быть, я бы и взяла там, ладно, копии. Но, девчонки, вот реально, я еще буду показывать свои покупки. Вот сейчас я еду в Москву, и хочу, ну, там что-нибудь себе набрать интересненького, да? И вот когда буду показывать свои покупки, я вам расскажу вообще различия, и почему я заморочена так именно на оригиналах. Вот, расскажу подробненько вам потом. Короче, еду сейчас в топ-шоп или что-то там, короче, в топ-сникерс. Может быть, у них будут какие-то модельки интересные. Если у них не будет, последний шанс, я еду в наш горизонт. Вот, посмотрю в Adidas, потому что в Adidas тоже были интересные модельки, именно такие, которые мне нужны. Может быть, там есть, потому что у нас в горизонте, по-моему, это самый там большой Adidas. Вот, ну, глянем. Надеюсь, мне повезет. Слушайте, я в поисках-кроссовках и нашла какое-то креативное пространство. Здесь такое все яркое. Видите, как красиво сзади. Прикольно, надо будет сюда как-нибудь попередить с Кристинкой. Здесь куча разных магазинчиков, одежды, кроссовки оригинальные, дисконтные, бургеры, парикмахерская, велопрокат. Класс. В общем, встала в пробки. Короче, пока я гоняюсь за этими кроссовками, их реально нигде нету. Что-то похожее найти очень сложно. Я решила, что все-таки больше выбор будет в Москве. И придет, ну, в Москве куплю. Просто я хотела в дорогу уже, чтобы там не останавливать на этом акцент и не ездить по магазинам там. Ну, придется заехать в пару торговых центров. Она будет задержаться. Вот. Возьму уже тогда в Москве. Все, сейчас еду домой. Устала. Ничего не сделала, только купила там для видео кое-что по запросу от подписчиков. Вот. Все, мама уже гонит меня, говорит, ты где? Шляешься? Короче, будем искать в Москве прикольные модельки какие-то. Доброе утро. Вот мы и в поезде. Сделала селфи в инстаграм. Мне показалось, что такой неплохой свет. Это я даже с утра, проснувшись, даже не умываясь, честно говоря, так-то неплохо выгляжу. Думаю, дай поздоровать с девчонком. Дэнни разбудил меня в 7 утра. Все еще спят. Даже не в 7, пол седьмого. Плохо так мы спали. Нам, походу, уже надо ему отдельное место брать. Но только я не смогу за ним следить, чтобы он не упал. Нужно что-то уже придумывать, короче, ограждения какие-то с собой брать. Чтобы у него было отдельное место, потому что спать нам очень тесно вдвоем. Вот. Сейчас утро пью чаек. Вот, а Денька тусуется. Вот я сейчас с вами разговариваю. А Денька тусуется в плацкарте. Он вчера себе нашел друга. Причем он очень любит стариков. Вот вчера он с дедушкой сидел там что-то, с ним общался. И сегодня утром он уже нашел другого соседа. Вот сидит там, общается с ним. А я здесь, в соседнем. Короче, урвала последнее место практически, нижнее. Сейчас мы едем, я не пойму, может подсядут еще. Но когда я брала места, уже вообще все только верхнее было. И вот нижних немного. Хотя сейчас тут нижние боковые движу свободно. Вот. Я отдыхаю, а Деня бегает по плацкарту со всеми знакомиться. Это и классно. Сейчас скоро принесут завтрак. Заказала завтрак и обед. А ужин не стала заказывать, потому что нам бежать на другой поезд срочно потом. Хотя можно было заказать. Может быть, еще попрошу, чтобы принесли что-нибудь. Потому что у меня завтрак в 10, а обед в час или в два. А мы аж до 9 часов едем. Потом пересаживаемся. Кстати, наш вагон очень-очень тихий. Прям вообще сонное царство. Один Денит вот орет. Но всего оно вскоре. Через полчаса будет. Или даже 25 минут. Крошки мои, короче. Мы же до места назначения едем с пересадкой. Я набрала кучу билетов у меня туда-обратно с пересадкой. В общем, да. Я вообще запуталась. И вот лишний раз подтверждается, как я не люблю купе на самом деле. Вот, ну, когда одна еще ездишь, ладно, нормально. Но когда с ребенком, реально, с багажом все время проблемы. Вот на будущее, кто с детками. С багажом все время проблемы. Некуда его поставить. Вот даже просто коляска и чемодан. Все. Если люди еще это, нам повезло, что сейчас чемоданов немного у всех. Пацану разгуляться негде вообще. Реально вот просто сидим. А я еще покупала билеты. За неделю покупала билеты. Верхних не было вообще никаких. Плацкартных вообще не было. Купешных осталось просто единицы там. И только верхние. Поэтому вот так вот мы поедем. Слава богу, нам недолго ехать здесь. В общем-то, ляжем спать и уже на месте. Ладно. Увидимся уже там. Стаканы вот это понаставили. Для ребенка, да? День. Не разбей, котик. Ну, вообще, конечно, чистенько, уютненько. Да, ну как он хорош. В поезде, в котором я уже не первый раз езжу, первый раз вкусняшки вот такие вот увидела и взяла. Может, кто-то пробовал. Да подожди, дай. Это, короче, айва в шоколаде. Это плоды. Да нет, фокус. Фокус, подожди. Плоды кого? Лотоса. И вот урбич. Только сегодня у своей подружки видела, она там кокосовый урбич так расхваливала. Я вообще не знаю, что это такое. Первый раз даже это слово услышала. Что-то кавказское. С грецким орехом. В общем, попробую обязательно и в этом влоге расскажу. Ты будешь пробовать? А? В прошлом поезде нас, кстати, очень вкусно кормили. Но здесь, мне кажется, более изысканное меню было. Я заказала запеканку с мясом, с говядиной. Еще печенюшки, тут и джем. Я такая голодная. Сейчас все съем, нападу. Большая кровать, самое что важное. Телевизор. И своя лоджия здесь. Привет, мои крошки. В общем, влог продолжается. Хотя я думала, что я задержусь в Москве. В Москве я не задержусь. И у меня сейчас поезд, а потом все будет в Москву. Я была не совсем в Москве. Рядом. И думала задержаться в Москве потом. Но в итоге не получается. Моей Любочки в Москве нет. Поэтому мне там нечего делать без нее. И с ребенком тяжело туда-сюда. Поэтому я уже устала на самом деле. И хочу домой скорее начать делать дальше дела. Смотрите, какой красивый свет. Я здесь вижу такой невероятный закат вообще. Очень красиво. В инстаграме вот здесь оставлю ссылку. У меня очень много фоток разных. И даже в сторисе я сказала, что я не понимаю, что у меня будет за блог. Что там будет интересненького. Но в итоге девчонки сказали, что все равно интересно снимать. Ну ладно, сниму. Будет разрыв большой у меня между слезем из поезда утром. А только днем в 5 часов будет вылет. И вот это время надо куда-то потратить. Я не знаю куда. Вот. Короче, походу я буду тусоваться. И походу я очень сильно устану. Но с вами будет веселее. Так что скоро мы выезжаем. И оставайтесь со мной. Да, забыла сказать. Опять меня застудило на свежем воздухе. У меня вскочила простуда. И еще перед встречей с любимым я решила проэпилировать себе усики над верхней губой. Ну пушочек, да. И в итоге, короче, сделала все. И все. И на следующий день чувствую такая что-то непонятное, непонятно. Ну плюс еще застудило. И плюс, я не знаю, может это как-то связано с эпиляцией. Ну мне кажется, да. Может я открыла что-то здесь. Знаете, пушок этот защищал от чего-то. И, короче, раз, и все. И теперь у меня простуда вот такая. Не знаю, насколько сильно ее видно. Но я ощущаю, как вот ду-ду-ду просто. Привет. Прячь маму. Прячь маму на лицо. Просто меня вообще разнесло за ночь. Ну да. Ну, в принципе, я не парюсь, просто потому что влог снимаю. Ты угощаешь всех? Держите, девочки. Кушайте. Да. На, тело. Вот, ва. Короче, мы приехали. Это мое любимое место. Вот. Сразу же с поезда. Я там даже ничего не брала. Я. Я, я, я. И чувствую, как силы ко мне прям приходят. Силы прям проливают ко мне. Энергия прям течет сразу. Близко, не буду себя показывать. Короче, у нас времени до самолета очень много. Больше шести часов. И вот сейчас я хочу набраться энергии, чтобы понять, что мне делать, куда поехать. Потому что с чемоданом не кайф по торговым центрам лазит. Скорее всего, мы поедем в аэропорт. Я сдам сразу чемоданы. И будем думать уже целый день у нас. Выпила кофе. Тут меня накрыла энергия. И я думаю, а, и поедем в торговый центр, ватрим, посмотрим, что у них есть. Может быть, у них вообще ассортимент кроссовок не такой, как у нас в Ростове. И я подберу что-нибудь себе другое взамен тех кроссовок, которые я хочу. Но те, я думаю, что все равно надо будет купить. Как-нибудь попробую через Европу заказать. И что вы думаете? Ко мне только пришло через полчаса осознание, что торговые центры работают в 10. А сейчас только 7 утра. Да? Или сколько? По-моему, 7 утра. Дэнь, у нас показывают твои часы. Глядь, Дэнька открыл мою фотку какую-то. Старую. Или на своей. Вот еще какая-то. Не знаю, это я обрабатывала где-то. А что она не лисит? Что ты смеешься? Где ты фотки мои нашел? Все, у меня больше нет. Вот я на концерте. Не пойму. Он зашел куда-то в какой-то коллаж делать, знаете, тут. Я не соображу вообще. Где он? Ладно. Короче, надо... Сколько времени? Я так не посмотрела. Глядь, зашла ты одним. Не, у тебя вообще 7 часов вечера. Надо на своей цель. Сейчас пойдем уже. 7.12. Надо что-то придумать нам. 7, 8, 9, 10, 3 часа. Блин. Еще один момент меня осенил, что, по-моему, Атриум, насколько я помню, он всегда работал круглосуточно. Кроме, конечно, магазинов, которые мне нужны, они с 10 работали. А сам Атриум, ну, сейчас я знаю, сейчас он стал более таким торговым прям центром. Но там же кинотеатр был. Я помню, когда я жила в Москве, там были еще какие-то рестораны, какой-то хабиб там. Мы постоянно кальян курили ночами с моей подружкой. Да, и он был круглосуточный. Скачки какие-то ставили. Делать нам нечего было, мы скачки могли поставить. Деньги на скачки. Экран большой какой-то. Сейчас не знаю, надо глянуть. Оставила вещи в камере хранения на Ленинградском вокзале. 500 рублей отдала. Коляска и чемодан. Типа одно место, даже если это ручная гладь, даже если она привязанная к вашему багажу, берутся отдельные деньги. Короче, 250 рублей вместо, то у меня два места. 500 рублей отдала. Так, Деня, а куда ты повел меня? По лестнице. Короче, сейчас думаю поехать в Атриум, но Атриум еще закрыт, с 10 часов работает. Ну, мы пойдем на улицу. Сейчас пока туда доедем, я хочу на метро поехать. Ну, я до этого думала на метро поехать, но как сейчас таки и сэкономлю эти деньги, которые отдала за багаж. 500 рублей. Так бы их на такси, а так на метро. Ну, я просто думаю, что на метро деньги будет весело прокатить. Короче, буду его наполнять впечатлением. На Ленинградском вокзале есть такая прикольная тема, а я еще сюда ехала, смотрела. Куча ручек. Я бы поучаствовала в таком арте. Где куча ручек. Сейчас заселфимся для Инстаграма здесь. С моей губой, правда, но я ее замажу. Зашли в метро. Здесь такое столпотворение было на входе. Я не ожидала. Но обратно вроде нет ничего. Мы вышли на Курской, чтобы пойти в Адриум. Мой любимый. Тут ничего не видно. Денька выдирает руку. Посмотри, какой. Ты чего руку выдираешь? И хочет самостоятельно ходить. Но здесь опасно. Пойми. Ой, столько развлечений было в метро. Так, сейчас мы через переход и в ТЦ. Вот пришли. Столько воспоминаний, на самом деле. Адриум вообще один из первых торговых центров, где я вообще была. Здесь, помню, был Арбат Престиж двухэтажный. И я впервые, представляете, с Ростова приехала и увидела такой центр Арбат Престиж. Очень столько косметики двоэтажа покупала там постоянно. Потом мне сказали, что там не очень косметика. Я начала брать там ритуаль. Потом уже появился Ривгош. В общем, куча всего. Ладно, пойдемте искать. Мне кроссы. Вот, здесь такой свет, что видно вообще все, что на моей роже. Я надеюсь, короче, вас это не смущает? Меня это не смущает? Немножко, разве что. Короче, мы пришли 9 часов. Еще ничего не работает. И хорошо. Денька может лазить, в магазин зайти не может. Короче, целый час мы сейчас будем тусоваться. Может, где-нибудь присядем, если что-то работает. Хотя здесь только перекресток работает, сказали. И я сразу вижу, смотрите, магазинчик. Твинсет, Симона, Барби. Смотрите, какие басандухи. Бавушки, да? Все крутые. А что они стоят? Туфли. Да нет. Туфли стоят 17,665. Да нет. Охренеть. Да нет. А ну, дядю, слушай. Видишь, дядя охранник? Поругает тебя? Дошли до середины. Дошли до середины. Дошли до середины. До центра Атро. До центра. Господи, что с моим языком-то твоим? Нехай. Идет ногу-в-ногу с девочкой. Дошли до середины. Когда-то здесь был, по-моему, то ли кофемания, то ли кафехаус. Не, не кафехаус. Кофемания, наверное. Вот здесь, прямо по центру она была. Мы здесь всегда сидели. Фонтанчик тут бил. Сейчас все закрыто вон. Лифт закрытый. Так, Денька куда-то побежал. Невозможно. Даже когда нет людей, и все закрыто, все равно ему умудряются напакать. Вот он валяется. Вставай. Вставай. Кошмар. Ну, в итоге, в общем, мы не смогли долго быть в торговом центре. Еще целых 40 минут открытия. А он там уже сбивает все витрины. Я его взяла. Короче, мы гуляем. Одна улица вокруг здесь. Все, магазины все открылись. Скоротали быстро время, пока зашли в Starbucks. Лимонада выпили, пока... Эээ, это камера. Пока зашли в Перекресток, купила ему там бананчики, еще что-то так, чтобы давать. Все, вышли, уже открылась. Сейчас в туалет еще надо сходить. Денька. А потом спокойно, со спокойной душой, как раз-таки на втором этаже все наши магазины. Мы на второй этаж пойдем. Все, пойдем. А, Денька, то, что без коляски, вообще, конечно. Не, ну, удобно, классно, что не нужно таскаться, но он, блин, бегает везде, не удерживает. На эскалаторе любит забегать. Любит по эскалаторам ходить. По эскалаторам. В общем, я взяла себе New Balance как и хотела. Я хотела, ну, я еще не носила, у меня не было их, но их так хвалят, и у них прикольные есть расцветки, у моей подружки, у Любашки есть New Balance. Я так вот видела, как она в них шла, мне очень понравилось. У меня есть, я купила, короче, тоже там интересную модельку с амортизацией, с удержкой, то есть для меня это важно, я теперь знаю, как сравнивать. Вот. И я взяла вот они. И, кстати, оно находилось, оно находилось, да, они находились в мужском отделе. В мужском. Сначала я пошла в женское, нашла пару моделей, но не было моих размеров, к сожалению. Темно-зеленые классные такие были, вот прям болотные классные такие. Хаки-хаки, не, не болотные-хаки. Болотные они немножко с желтинкой, не то. Еще одна была моделька очень интересная, но их вообще разобрали там. У них примерно, вот как у меня, да, пальцы блестят, ногти. Такая рассылочка была. Вот. Ну, чуть золотистая, перламутровая такая. И тоже не было размера моего. И все, я уже выхожу, отчаялась и смотрю, у пацанов, я все время смотрю, что у пацанов модели во всех вообще марках вот то, что мне нравится, то, что я люблю. А женские модельки, ну, не то, не хватает ничего-то там. Ну, и в итоге я говорю, а есть размерки? И они, оказывается, мало мерят, и нашли мой размер в мужской коллекции. Но она сказала, что они унисекс, но они не стоят в женском. Так что, покажу вам потом. Я думаю, интригу сохранить, не сохранить. Покажу вам, наверное, в покупках все уже, потому что много всяких разных покупочек. Сейчас я еще собиралась в аэропорту, специально же взяла на самолет билетик, чтобы зайти в Дьюти Фри и что-нибудь купить себе, новые очки, черные, потому что черные должны быть. Посмотрю, что у них там есть. Вот. Ну, и вообще что-нибудь в аэропорту взять. Может, шлепочки там возьму еще какие-нибудь интересные. И уже пора. Столько всяких разных покупок интересных. Хочется поделиться, рассказать вам. Вот. И там, наверное, уже все покажут. Ну, в Инстаграме вы точно их, наверное, увидите уже во всей красе. Буду делать опрос, как, нравится, нет? Но мне очень нравится. И мне кажется, они такие классные и под юбочку, и под все. Сейчас, кстати, очень модно спортивное одевать под юбки, под платье. Причем вообще абсолютно неважно даже какое. Ну, конечно, если это не платье в пол со стразами. А так, любое летнее платье под кроссы сейчас это очень актуально. Ладно, все, сейчас мы бежим за нашим. Денька уже спать хочет. Я как раз-таки рассчитывала, что мы сейчас доедем до аэропорта, да, и ляжем спать. И все, я буду ходить по магазинам, а ты будешь спать в колясочке. Вот. Сейчас мы опять в метро, прыгаем, одну станцию проезжаем, забираем наши чемоданы, вызываем такси и едем тихо до аэропорта. И там сдаем скорее наши чемоданы. Атриум, я так соскучилась. Кстати, я пока здесь ходила, о, Света лучше здесь. Я пока здесь ходила, здесь, кстати, много спортивных магазинов в Атриуме, действительно, есть что выбрать, и выбор намного больше, чем у нас в Ростове. Я вот хожу здесь и думаю, да я смогла бы жить еще в Москве. Вот если моя любимая будет не против, ну, как бы будет за, чтобы мы жили в Москве, ему нужно будет, я буду не против сюда переехать, потому что мне здесь нравится. Мне нравится это многообразие всего, возможностей и так далее. Вот ощущаешь, когда заходишь в магазин, что ты хочешь купить, а у нас выбор маленький вообще всего этого. А здесь такой широкий, большой, размерный ряд огромный. Все, Денька, короче, убегает. Та-дам! Поэтому я прощаюсь пока с вами. Вот еще со что я люблю Москву. Вот все такие. Вот когда такое вижу в переходе, люди настроение дарят, я считаю, что можно денег давать. Фух, ну, наконец-таки мы сели в Москву, блин, сели в машину, я что-то вся заговариваюсь, сели в машину, у меня села батарейка, сейчас заряжается, мне спустила чемодан девушка впервые, представляете, вот мужчины мимо проходят, некоторые, ну, не знаю, в своих заботах, наверное, а девушка говорит, ну, может, я вам помогу, я говорю, да чемодан тяжелый, вот она помогла, я взяла коляску, а на чемодан спустились, потом я такая счастливая, думаю, оп, супер, сейчас вызову такси, беру свой телефон, а у меня ноль батарейки, и я понимаю, что у меня нет возможности уже ее заряжать, чтобы вызывать такси, потому что уже время как-то, магазины скоротали, мое время очень быстро, что как бы не опоздать теперь на самолет, вот, я попросила, молодой человек стоял, я говорю, ну, он помог мне чемодан спустить вниз, и я сразу же его, думаю, попрошу, может он вызовет мне такси, вызвал такси Яндекс, и прямо через минуту подъехала такси с детским креслом, вот малышня моя спит, сразу захрюкал, час десять ехать нам где-то, ну, час десять поспит, может быть даже и не проснется, я его переложу на кроваточку, короче, вот так буду ехать всю дорогу, держать ему голову, голову малышу моему, вот, ну и сама хотя бы час отдохну от этой суеты, у меня уже так, честно говоря, когда напихаешь в эту мою сумку, рюкзак, много вещей, она прям тяжелая, конечно, ручки давят на плечи, и просто они у меня болят сейчас, эти плечи, вот, успели покушать в столовой там, а еще в туалете, блин, ну сегодня хороший день, я устаю, но он хороший сегодня, день добрых дел, заходим в туалет, а в туалете там 50 рублей стоит, и деньги на глазки так понравились, девочкам, которые там работают, ну, женщинам, что одна такая, ой, дай, 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 ключ какой-то специальный, отвела нас в какой-то специальный, чистый туалет, и я потом хотела денег дать, она говорит, ой, не надо, успокойтесь, не надо денег, поэтому, ну ладно, в общем, я знаю, что люди любят добрые дела делать, настроение поднимается, так что я думаю, что сегодня много счастливых людей, вот, ну и мне приятно, все, едем, в общем, практически финишная прямая, всегда интересно показать, что-нибудь интересненькое, тут в связи с чемпионатом у нас, вот, я смотрю, ярмарка какая-то в Домодедово, продают всякие сувениры, статуи, тут стоят, татуэтки, небольшие, это, видимо, чтобы сразу приезжие брали что-нибудь интересненькое, тут кружки, какие-то валенки, что-то прикольное, но мне-то не надо, ну что, прошли мы таможню, если я продолжаю баловать, еще сумочку поясню купила, но я считаю, дороговато, ну пусть будет, понравилась она мне, самолетики уже, включаем, в лифт заезжаем, у нас сектор С, мы спускаемся вниз, что-то я разошлась вообще, блин, разошлась, покупки дорогие, делаю, но я решила, если мне нравится, почему нет, вот так я хочу, хотя нерационально, что-то иду, и тут как-то непривычно, вниз спускаюсь, вы, вылеты, 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 мне главное, чтобы очки продавали, я хочу очки черные, еще я заметила фишку, что я теперь всем смотрю на обувь, вот реально, я не знаю почему, то есть это не так, что я такая, ой, посмотрю, что за обувь, просто человек идет, и бросается взгляд на обувь, ты начинаешь пытаться рассмотреть, что за марка, прикольно так, раньше вообще на это не обращала особо внимания, ну просто прикольная там, вообще модель там обуви, или не прикольная, а сейчас вот прям замечаю, что очень много людей в кроссовках ходит, вот, ну смотри, какие популярные, какие нет, интересно, Дэнни все еще спит, я как всегда села в свои любимые, кофемании, опять взяла эту панакоту, потому что в прошлый раз она мне вскружила голову, вот, и обычно, знаете, вот тушеная капусточка, я беру тушеную капусточку, здесь котлетки из индейки, и последний раз вообще я неудачно в аэропорту взяла капусту, она была полусырая, в итоге с меня взяли, по-моему, деньги, даже, обещали что-то сделать, в итоге ничего не сделали, короче, единственный здесь момент, в аэропорту, что здесь все-таки пластмассовые приборы, никак, как будто ты стащишь, хотя для панакоты мне дали нам армелло, сейчас попробую капусту, она же должна быть нормальная, как я люблю, мягенькая, сказали, она чуть остренькая, и это классно, как раз пюре с котлетами, нос сучать не могу, капуста идеальная, впрочем, как и все, но давайте сразу скажу, картошка классная, котлетки бесподобные, как всегда, я же вам не сказала, что я немного расстроена, потому что, я думала, что я в прошлый раз из внуков вылетала, и там был хороший магазин, который я вам показывала, очков, а здесь два магазина, ну, короче, вообще распродаж почти нет, вот так, чтобы удачно купить что-то, цены какие-то, даже то, что есть по скидке, 15 тысяч, ну, как-то не кайф, не кайф пока тратить такие деньги на очки, вот, не, у меня классные очки, все мне нравится, просто не всегда под каждый рук можно одеть очки, я хотел себе черные по-любому, чтобы были, ну, значит, зайду в наш Мегамар, там Optic Chui новый открылся, и там как раз очень много распродажных таких очков хороших, и Dior, они даже их не выставляли, посмотрите, на витрину, места не было, очень много очков, короче, можно взять, очков, или очок, можно взять с распродажной, ну, с хорошей скидкой, короче, нормальные, классные очки, вот, так что я расстроена немножко, здесь огромный аэропорт, несколько этажей, и нет очков нормально, очок, ладно, чтобы сильно вас не томить, а, Денька проснулся, смотрит мультики, у него этот, в одной йогурт, в другой, все, лицо такое, Маша смотрит, чуть-чуть, чуть-чуть заинтригую, а, кстати, купила носки, мне очень понравились, New Balance носки, какие-то у них новенькие носочки, такие вот, с такой вот красной штучкой, мне понравились, коротенькие, вот, и еще купила набор, где серые, белые, и черные, короче, кусочек покажу, видно, вот они, мои красоты, там еще есть полосочка, которая отражает, ладно, потом покажу, поменили все, я люблю это интриги создавать, еще я купила, блин, дорогой, на самом деле, поясная сумка, я знаю, что вам надоедают мои поясные сумки, периодически, когда одна и та же, это уже так задерта, но мне кажется, она ко всему подходит, и она крутая, классная, вот, короче, я решила пока взять эту, мне очень понравилось, как она смотрится, еще ее можно стирать, вот, кто знает эту фирму, я не знаю, я там ничего, по-моему, не брала ни разу, если только давно, но я уже не помню, и тоже вам в покупках покажу, ну, должно же что-то быть на десерт, а? Сейчас укладываю, короче, чтобы удобно было все, прощаюсь с пакетом, наверное, я его не буду с собой брать, что-то я намочила, что-то уже, вода какая-нибудь, но еще могу приоткрыть завесу цены, у нее балансы мне обошлись дешевле, чем мои найки, на целых, на целых, две с половиной тысячи, вообще, девочки, я поняла, что я жуткий шапоголик, и хорошо, что финансов всегда позволяли, потому что, для меня покупки чего-то нового, это, ну, реально такое, душевное лечение, вот если, знаете, какой-то стресс есть, там, еще что-то, еще что-то, и ты себя балуешь такими, маленькими, такими мелочами, какими-то, и становится реально как-то круто, как будто что-то новое, что-то, я не знаю, как это объяснить, девчонки, которые шапоголики, меня поймут, вообще, я никогда не думала, что я такая, шапоголик, как-то звучит, как алкоголик, как будто проблемы какие-то, да, с головой, ну, может быть, проблемы с головой, но я себя чувствую, ну, некомфортно, если я что-то не приобрела, то, что я хочу, да, или, например, я в голове могу нарисовать себе вещь, какую-то одежду, обувь, и вот я ее хочу, но я ее нигде не видела, то есть, это может быть собирательный какой-то образ, да, вот, например, кроссовки, я увидела у Любы кроссовки, я увидела, что там есть цвет черный, белый, красный, и в своей голове я сделала сочетание этих цветов, какое оно должно быть, и когда я у нее спросила, какие у нее на самом деле кроссовки, они у нее черные, то есть, там маленький акцентик, белая полосочка, и маленькая, тоненькая, красная полосочка, и все, то есть, они черные, и буква N, New Balance, нарисованы красными, я их увидела не такими, то есть, я их не видела черными, я их видела разноцветными, понимаете, и я ищу вот эти разноцветные, не знаю, вот это вот собирательное, бывает такое, сумочку тоже какую-то, я вот не видела, а хочу вот такую какую-то, и я вот пока не найду все ноги, вы не представляете, на что я готова пойти, ради того, чтобы приобрести то, что я хочу, вот, например, я что-то не подумала, я не вспомнила, где я реально очки покупала, это во Внуково было, а здесь, то есть, я на самом деле, мотивацией моей взять билет на самолет, было только зайти в магазин очков, вы можете это понять? То есть, я, конечно, себе не признаю, я же не говорю такая, что я совсем больная, что ли, ради очков, и то их, может быть, не будет, ради того, чтобы потратить деньги, немаленькие, да, я беру и покупаю там билет в два раза дороже, чем если бы я поехала на поезде, и неудобнее в два раза, потому что мне нужно было там с самого утра, до пяти дня, мне нужно коротать время, что я буду делать, и вот я взяла билет сюда, я это понимаю, но я не зря взяла его, в принципе, потому что, хорошо, время прошло, я и кроссовочки купила, время было, да, а так бы я пересела на другой поезд, и не купила бы, то есть, я и кроссовочки купила, и сумочку купила, я рада, в принципе, ну, очки, можно там посмотреть, где я говорила, вот, но если бы я ничего не купила, я пипец бы расстроилась, ты поел? Да! Молодец, я пацана заставила поесть, он смотрит мультики, я говорю, быстро кушай, он кушает начал, а так сидел, вот смотрел, а вторую серию, говорю, включу, когда покушаешь, сейчас досмотрит, я ему накачала маленькие, 7-минутные мультики, Машку, он так любит Машку, вообще, он и смеется с ней, и радуется в конце, прям проникается ей, и пойдем, игровая зона здесь должна быть, время еще у нас есть, полчаса, час есть у нас, да, и пойдем уже на выход, ну и ладно, открою вам еще один маленький секретик, поделюсь просто, не секретик, а просто поделюсь тем, от чем я обычно не делюсь, Денька, ну он же не видит папу, вот так вот, да, часто, прям непосредственно, только посредством связи, видеосвязи, и я смотрю, что вот чем чаще мы уже ездим к нему, да, и он подрастает, он его, ну все больше воспринимает, видно, что он его там не боится, там, что это не чужой человек какой-то, да, он его узнает, вот, и в общем, они время проводили наипрекраснейшим образом, папа нас не хотел отпускать, потому что вообще, там, я могла пойти там заниматься своим, прихожу, они в обнимочку, лежат, ну в душ схожу там, прихожу, они лежат в обнимочку, смотрят мультики, да, на бабке лежит, целует, вот, обнимает, бежит, мы целует, ну такой, короче, вот, хорошо они погуляли, отдохнули, так что я думаю, все хорошо, еще чуть-чуть подрастет, и уже будем вместе, так что все ровненько у нас, смотрите, сижу такая нежданно-негадно, взяла фреш-подход, ко мне девочка говорит, можно к вам обратиться, так что скоро обратиться, говорит, вы не сильно на свои, вот смотрят меня, недавно говорит, так и что, уже запомнила вот так что, недавно запомнила, волосы тоже все хочу красить, но у меня пока руки не доходят до этого, даже в таком виде ужасно, у меня, нормальный вид, нормальный вид, всем привет, аэропорт дома Дедова, что там, терминал С у нас здесь, всем привет, все мне будут смотреть теперь, всем привет, и в общем, это все близко на самом деле, ребята, да, супер, приятно, всех целую, всем пока, в общем, аэропорт большой, но нормальной детской комнаты, здесь, нет, меня это бесит, тут одна комната детская, вообще, и я такая забыла, как она выглядит, сейчас заехали, такая, подъезжаю к ней, такая, думаю, ой, нет, Дэн, лучше ты мультики посмотришь, но реально, маленькая душная комната, и там вообще, ну, она даже не обустроена, там валяются какие-то непонятные маты, и куча детей, но, во всяком случае, сейчас то, что народу много, вообще, вот, что еще, что еще здесь, мне не нравится, еще накупила, короче, покупок, зашла в мармеладе, увидела прикольные, там шлюпки, такой, налет, купальник, блин, купила, когда у меня их уже 4 штуки новых, 4, там, да, или 5, не помню, и я купила еще купальник, блин, шлюпки, ну, такие недорогие, короче, еще куда-то зашла, еще что купила, короче, жесть, мне лучше не, не тусоваться здесь, а еще наш рейс задержали, на час, сказал я об этом или нет, ой, короче, делать нехер здесь, возле Мулу, кстати, есть там, в Домодедово, детская комната, там с 3 лет, мы подъехали, она сразу нам, с 3 лет, вас нельзя, хотя я не вижу, что там с 3 лет особо, ну, поверху мы могли бы не лазить, а внизу посидеть, поиграть, что, жалко, что ли, ну, короче, пошли мы к выходу, ждать у Румы, у моря погода, ну, все, мы наконец-таки сили, Денька, отдельно сидит, я ж, что это, пока не пришли люди, все, считай, финишная прямая, да, ну, почти, еще от такси до дома, вот эта финишная прямая была, не, финишная прямая, это на лифте, для квартиры, не, финишная прямая, это от порога до кровати, крошки, мы дома, слушайте, у нас тут такое красивое, такое увидела, они построили два огромных, я его, я не знаю, видно вам, нет, все, показываю, два огромных экрана там, их не видно, и такая большая, красивая площадка, фонтан, блин, я бы сюда, эй, фокус, слушайте, сенсорное управление фокусом, я бы сюда приехала погулять, здесь реально очень красиво, тут прям, какой-то бассейн подсвечивается, вечером очень красиво, да, мы приедем сюда фоткаться, 100 рублей, хорошая идея, ура, крошки, я ж дома-то, сына уже уложили, мама Чолин встретила, отдыхает, ай, короче, сидим, болтаем, чай пью, уже думаю, чем буду завтра заниматься, мама говорит, отдохни, я говорю, так ты что, столько же всего надо, и снимать видео надо снимать, и посылки девочкам отправим, вот любимые уже вибрируют, и я же включилась, чтобы с вами попрощаться, и попрощаться, чтобы начать снимать вам новые видео, и в следующих видео вы увидите, что я себе купила, с примерочкой, но за последнее время, все, что я там себе накупила, в общем, поделюсь, мотивации свои, зачем покупаю, почему, почему такое, а не другое, вот, и еще будут впереди косметика, да, из детства, я уже взяла вам пакет косметики, хочу, чтобы мама со мной вместе снимала это видео еще, и что-то подсказала, потому что мое детство, это ее молодость, то есть она должна более ярко помнить, чем она и как красилась раньше, вот, кстати, я была у своего любимого, я ему говорила, что я буду делать, снимать это видео, я говорю, ты помнишь такую тушку, говорю, ленинградскую, он такой, говорит, которая вот эта вот с щеточкой, я говорю, да, вот это, да, 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 а, да, он так и назвал, щеточку и тяжелки, говорю, нифига себе, ты знаешь такие вещи, ну, тоже мамка у него красила, ну, короче, я говорю, такое видос будет, прикольно, ладно, крошки, давайте я с вами прощаюсь, я вас люблю, целую, спасибо, что были со мной, влог у нас получился, чисто езда, 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 в Москве не задержались, нигде, короче, особо не задержались, поэтому снимать было нечего, но я надеюсь, что вам было интересно, потому что в инстаграме вы говорили, снимай, снимай, все интересно, только поэтому я продолжила снимать этот влог, а теперь я с люблю и целую, и прищаюсь в следующем видео, пока, а как я буду снимать, пока не пройдет вот это, надо, чтобы пришло, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok